Вот уже столетия историки задаются вопросами, почему Николай II отрекся от престола, была ли Великая Российская революция неизбежна, а главное, какие уроки и выводы возможно извлечь из событий 1917 года. Высказать свою точку зрения и ответить на эти и многие другие вопросы, связанные со столетием революции в России, попытались российские и чешские ученые 31 марта в Российском Центре науки культуры в Праге. Это такая независимая открытая дискуссия, мы рады, что здесь собрались ученые, исследователи, но тоже по первой части мы видим, что нет единой точки зрения в отношении самой революции в России и также по-разному оценивают наши чешские коллеги. Мое личное мнение, во-первых, очень позитивно нужно в критической атмосфере откровенной критики подумать об этих уроках и наследии того, что можно понимать под понятием столетия русской революции. Сто лет — это и мало, и много. Критий было достаточно, но можно и думать о том, что значила эта самая главная революция для людей. Вспомним сталинизм, вспомним Великую Отечественную войну, Действительно, Великая Русская Революция и создание советского социалистического государства оказали решающее влияние не только на внутреннюю жизнь страны, но и на всю последующую историю человечества. Потрясения в России 1917 года оказали непосредственное влияние на образование независимого чехословацкого государства. Именно Россия в октябре 1917 года на весь мир провозгласила право народов на самоопределение, вплоть до отделения образовательных и образования самостоятельного государства. А в октябре 1918 года это право было реализовано прежде всего волей народа в Чехии и Словакии, и на карте мира появилось независимое государство чехов и словаков. В ходе круглого стола в российском центре в Праге также были затронуты темы о зарождении и гибели предпринимательского сословия в России в первой половине минувшего столетия, о роли и месте революционных событий, взаимосвязанных с системой международных отношений, об экспериментах в революционном искусстве и поисках новых форм общественной жизни в первое десятилетие советской власти. Мнения звучали самые разные. От поддержки каких-то положений, которые были высказаны, до противоположных точек зрения, я считаю, что такой достаточно широкий спектр мнений, которые звучали и сегодня, и в предыдущем мероприятии говорят о том, во-первых, что тема остается актуальной, и второе, что ее следует продолжать изучать, и не надо думать, что все точки над «и» расставлены за последние сколько лет прошло после Октябрьской революции. Революция как перелом в российской и мировой истории, затронувшей все сферы общественной жизни, до сих пор не приобрела однозначной и исторической оценки. Однако знаковый рубеж столетия этого события как никогда способствует извлечению уроков и углубленному изучению причин событий 1917 года. Российский центр науки и культуры в Праге.